Ценные идеи человек впитывает кожей, иногда вбивает их иголкой. Смешного гуся, созданного когда-то рукой солнечного человека, захотел запечатлеть на своей руке ведущий винных дегустаций Павел. Сделать доброе дело через особенное тату. Этот рукав будет любви, так сказать, к чему-то отношения в жизни, что я в жизни, в общем, люблю, чем занимаюсь, какие-то тоже, так сказать, чекпоинты жизни, что-то прошел, ну и вот они, в общем, здесь будут находиться. И когда увидел этого гуся, подумал, почему бы тоже не заняться благотворительством, ни разу этого не делал, и вот начать с этого. Своим клиентам Екатерина предлагает набить на своем теле рисунок, автор которого – человек с особенностями развития. В помощь таким людям треть денег от цены татуировки мастер направит в благотворительный фонд. У них есть магазинчик, в котором они продают изделия, которые делают ребята, или по рисункам этих ребят. Оказалось, что я уже не одна такая, у них была коллаборация с какой-то татуировщицей, я полагаю, московской, она им отрисовывала рисунки, есть один там скетчбук у них именно по ее скетчам, а остальные, которые вот я сейчас делаю, это вот конкретно рисовали ребята. Особенных во всем мире около 1%. Коррекцию расстройств аутистического спектра организуют, привлекая команду специалистов. Так работают и в Барнауле. В основном надо понимать, что аутизм – это заболевание, и все с этим согласны до трех лет. Интогенное заболевание, хроническое, но время появления вот как раз у ребенка и обуславливает дальнейшую динамику развития этого человека и клинику иногда даже. Главная особенность солнечных людей – искаженное мышление, и это создает проблемы в социализации. Ребенок, который страдает раз, предполагается, не может объединять признаки предметов, первичные признаки предметов в единую конструкцию, потому что он начинает делать это с искажениями, соединяя, например, рука-ручка. Ручка-ручка становится единым. То есть это часть тела, это школьная принадлежность. Для всестороннего развития нервной системы необходимо заниматься ежедневно. Обычно эта работа ложится на плечи родителей и солнечных детей. В ноябре на фестивале семьи социальные работники из Бийска проводили мастер-класс по развивашкам. Зрение, обоняние, осязание, проприорцепция – и эти все чувства детям нужно развивать. Нельзя начинать образовательные занятия без развития сенсорного профиля. Это база. Вот в моем детстве я лазила по деревьям и копалась в песке. К сожалению, сейчас большинство детей чем занимается? Они перелистывают страницы телефона. Генетическое заболевание нельзя вылечить, а работа над собой требует огромной силы воли. Маленькая татуировка – знак солидарности с тем, кто старается стать лучше самого себя и обрести счастье. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.